Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы насчитываем, озвучиваем новый завет с толкованием блаженного Феофилакта и комментариями. Номер 90. Первое послание к Тимофею, 2 глава, 12 стих. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Толкование блаженного Феофилакта. Апостол отнимает у женщины всякий повод к разговорам в церкви. Ибо после того, как он повелел им молчать, чтобы под благовидным предлогом учительства не разговаривали, сказал, да они учат, потому что это давало бы им власть и первенство над мужем. Между тем, жене повелевается быть в подчинении. К мужему твоему сказано, влечение твое. Бытие 3,16. Так ей прилично хранить молчание. Через молчание она лучше всего покажет свое подчинение. Знай, однако, что апостол не вообще запрещает учить женщинам, но только в церкви. А вне церкви это ей не запрещается. Так Прискила оглашала здравым учением Аполлоса. Так верной жене не запрещено оглашать неверного мужа. 1 Тимофея 2,13. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Толкование. Поскольку, говорит, в самом создании род мужеский удостоен первенства, а Ева создана второй, то должны после сего и все жены иметь второстепенные места после мужей и подчиняться им. Ибо сила того, что тогда совершено по отношению к Адаму и Еве, простирается на весь род мужеский и женский. Какое доказательство? Жена, допустим, умная, там, образование. Никакого разговора нет. И вторая. Ну а при чем первая-вторая? Первенство, первородному отдается все, а не кому-то. Спорить-то не надо. А спорить очень легко. Доводы такие найти можно. Кто еще сказал. Вот, бас-то, дай там кончилось. Сектанты разве не знают сплошь и рядом? Платки надеть не могут. И выходят на капитулу, и учат. Почему? А то в церкви есть, а это не церковь, а то просто сборище. Вот и ответ весь. В церкви этого нет. Что доказать? До тысячелетней одной не было женщины-священников в православии. И у католиков не было. Первая Тимофея 2,14. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Толкование. Почему говорит апостол, что Адам не прельстился? Потому что и Писание не говорит этого. Напротив, жена сказала, змея обольстил меня. Бытие 3,13. А Адам не говорит, жена прельстила меня, но она дала мне. Бытие 3,12. Не одно и то же, быть обольщенным от зверя, раба и подчиненного. Поэтому последнее и есть, собственно, обольщение. Итак, в сравнении с женщиной, апостол говорит об Адаме, что он не прельстился. Адам даже и не видел, что дерево хорошо для пищи. Бытие 3,6. Но жена увидела и прельстилась, а потом дала и мужу своему. Таким образом, она была увлечена страстью, а он подчинился жене. Итак, апостол говорит, учила однажды жена и все не спровергла. Поэтому пусть не учит этот род. Он легок, легко восприимчив, легко обольстим. Смотри, не сказал апостол, что Ева обольщена, но жена, разумея под этим именем женскую природу. Подобно тому, как через Адама вся природа сделалась смертной, так и через Еву перешло на всех женщин легкомыслие. По причине этого легкомыслия и преступление имело место прежде в самой Еве. Ну что интересно, в советское время, там уже приравняли, жена равна мужу, и в шахтах, и в космос, везде. Но в церкви священник не мог выбросить еще, хоть на ухо, но говорил, жена да боится мужа. Она ее, может, и не слышала, не разбирала, но она обязана могла сказать. Первое. Тимофей 2,15. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием. Толкование. Кто? Ева? Нет, но женщина, то есть женский пол. Не унывайте, говорит, женщины. Дал вам Бог средство спасения, деторождение, то есть доброе воспитание рожденных. Ибо не родить только, но и воспитать должно. И это есть настоящее деторождение. Иначе же это не деторождение, а деторастление. Итак, что же девы? Что же вдовы? Они совсем погибли? Нет, не то, говорит апостол, что они не спасутся собственной добродетелью, а что воспитание детей способствует спасению жен. Жена добродетельная воспитает и детей в добродетели. Присущий ей добродетель через воспитание переходит и в детей. Следовательно, и девица добродетельная, несомненно, спасается. Мне кажется, что апостол, запретив выше женам учить в церкви, теперь в утешении дает им. Кого учить? Если в самом деле хочешь учить, учи своих детей. Некоторые, впрочем, неизвестно почему, деторождение поняли, как рождение, бывшее от Пресвятой Богородицы. Она, говорят, родивши спасителя, спасла жен. Но такое понимание не сообразно с последующей за всем речью. Ибо, слушай, если пребудет в вере, то есть дети, если они сохранят святую веру и догматы, и любви, то есть пребудут в правой жизни. Ибо недостаточно веры. Начало и источник правой жизни – любовь. Под святостью апостол разумеет чистоту тела. Но поскольку не все девы, то и прибавил с целомудрием. Ибо целомудрие не отрицается у тех, которые живут законом браки. Или просто целомудрием называют чистоту. А что, если порочная мать воспитает детей хорошо? Это хотя невероятно, однако, если случится, она получит награду за них. А что, если хорошая мать худо воспитает детей? Если она не заботилась и потворствовала им, понесет участь Илья. Если же, несмотря на все заботы и страдания, не могла сделать их лучшими, что бывает редко, все-таки она получит награду за свои труды. Так как и Сын Божий, несмотря на все дела и учения свое, немного, однако, имел верующих. 1 Тимофея 3.1 «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает». Толкование. Так, как было сомнительно, что матери могут пожинать плоды добродетели своих детей, то апостол говорит «Верно слово», то есть не ложно сказанное. И пусть никто не сомневается. Наставление, предписываемое Тимофею касательно епископа, относится к епископам всей вселенной. «Если кто, говорит, ищет епископство, я не препятствую, ибо он желает доброго дела. Пусть же он ищет не одного начальства и власти, ибо и Моисей желал дела, а не начальства. Он защитил несправедливо обиженного и наказал обидчика. Епископство так называется потому, что имеет надзор за всеми». 1 Тимофея 3.2 «Надзор не властвует, не деньги собирает только, выдавливает деньги. Деньги, деньги. Сегодня-то он даже цели не ставит такое начальство, это никого не знает. Давит только подчиненных». 1 Тимофея 3.2 «Но епископ должен быть не порочен, а одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен». «Если это ставить, одной жены муж, и сегодня всех до патриарха убирать надо». «А у них нет жены, или развелись. Придумали теперь, чтобы только не женатые, все, захватили власть. Жестокое сословие, самое непримиримое, как Златоуст говорит». «Толкование. То есть быть украшенными всеми добродетелями, чтобы ни сам себя, ни другие не порицали его. Поэтому, если кто сознает за собой грехи, пусть и не ищет такого звания, от которого удалил себя своими поступками». «А тут им уже ложники, и кто куда-то поналезли-то. Ужас сказать. У меня близко знакомый был, благочинный, он говорит, «Едет, в чемодан денег только везут, для того, чтобы рукоположили. Симония. Это уже канонов-то на симонию сколько принято». «Ибо начальник должен быть светильником, чтобы все, смотря на него, просвещались и руководились его жизнью». «Если человек, связанный узами брака, заботится о мирских делах, а епископ не должен заботиться о мирском, то как же апостол говорит одной жены муж? Некоторые полагают, что он указал на безбрачия епископа. А если не это, должно здесь разуметь то, что он, имея жену, может жить, как будто не имея ее, то есть не подчиняясь ее желаниям». «Вот это вот оттолкование единственное верное». «Говоря, сие апостол не законополагает, что епископ непременно должен быть женатым, ибо как мог повелеть это говоривший, желая, чтобы все люди были, как и я». 1 Коринфянам 7.7. «Но если бы по тогдашнему времени, говорит, и случилось это, то пусть он будет мужем одной жены». Это сказано также и ради иудеев, у которых дозволялось многоженство. Некоторые же без всякого основания полагали, что апостол говорит это относительно церкви. Именно говорят, чтобы епископ не переходил от церкви к церкви, потому что это есть любодеяние. 1 Тресв, то есть быть осторожным, всегда неусыпным, внимательно наблюдательным, чтобы все видеть и всегда быть готовым ко всякому нужному делу. 2 Целомудрен, то есть поступать во всем благоразумно. 3 Благочинен, честен, то есть благолепно честен, ибо если он к одним только местным жителям приветлив, радушен и милостив, то пристрастен, но ему следует к странникам быть еще более щедрым, ибо это очевиднее свидетельствует о его братолюбии. Учителен, указанные предсим качества требуют и от подчиненных, но более всего они должны принадлежать епископу. 1 Тимофея 3.3 Не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Толкование. Не о том говорит здесь апостол, кто упивается вином, но о бранщевом и заносчивом. Не бийца. Здесь идет речь не о тех, которые бьют кур руками, но о тех, которые безвременно возмущают совесть братьев. Научает, как можно быть не пьяницей и не бийцей. Кто кроток, тот не будет сварлив. Так как выше сказал, что ему должно быть странолюбивым, то теперь прибавляет не сребролюбив, показывая, что он будет странолюбив, если не будет сребролюбив. И вместе научая, что под предлогом странолюбия не должен он собирать сокровищ. 1 Тимофея 3.4 Хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании со всякой честностью. Меня спрашивают в письме, вы знаете хоть одного епископа вообще, патриархии, который не брал бы поборы? Налоги накладывают такие, страшно сказать. Вот сейчас вот в Красноярской епархии. Если не мог собраться, продает даже последнее свое, чтобы только рассчитаться. Одни деньги, деньги, деньги. Ну это-то понятно. Не бронщив, не сварлив. Тут только прислали в нашу епархию, раздробили. Метрополия стала. Прислали епископа. Да и с Украины какой. В первый раз приехал сюда, его поставили. Нас не знает. Сразу обил войну. Войну. И священники, которые к нам на престольный праздник хотели приехать, сюда приезжали. Под запрет сразу их, если поедете. Бойте вместо мной дело. Волк настоящий. Еще сказать на это. Толкование. Об этом говорят также и внешние писатели. Что хороший домоправитель в скором времени может сделаться и хорошим правителем государства. В собственном доме он должен показывать пример. Ибо кто поверит, что чужого покорит себе тот, кто сына своего не умел удержать зависимости. Как следует, как сделает чужих честными, когда своим кровным попустят жить нечестно. Со всякой честностью значит и в слове, и в деле, и в одежде, и при том, пред всеми, и во всякое время. 1 Тимофея 3.5 Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пересчесть от церкви Божией. Только с одного места на другое. Замешаны в гомосексуализме. Перекинут. Запретили как будто прийти их маленько. Все. А дальше Приморья. Готово дело. С места на место перекидывают только и все. То есть, вертек, Содом. Я говорю, епископ Вашингтонский. Она говорит, епископ Содомский и Гоморский. Это мне в Синодии говорили. Толкование. Дом есть не что иное, как малая церковь. Поэтому, если он не может быть хорошим правителем того, что невелико и легко определимо, и легко ведомо, то где ему управлять нравами и помыслами недомыслимыми стольких душ. Достоин внимания вопрос. Почему апостол, предъявляя к мирянам такие требования, умертвите земные члены Ваши, Колоссянам 3.5, и еще, те, которые Христовы распяли плоть, Галатам 5.24, от епископа требуют теперь меньшего, не соответствующего столь высокому званию, именно, быть не пьяницей, не бийцей и так далее. И Христос, повелевая взять крест свой, говорит, пастырь добрый полагает душу свою за овец. Иоанна 10.11. Поэтому Павлу следовало требовать от епископа, чтобы он проводил почти ангельскую жизнь, чуждую страстей, приличной высоте его жизни. Послушай, что с такой строгостью в образе жизни немного можно было найти людей. Между тем, епископов требовалось много, которые бы предстоятельствовали в каждом городе. Поэтому апостол и требовал умеренные добродетели, которые можно было найти у многих. Но ныне, увы, куда мы, епископы, упали, так, что в нас и не обретаются и тени, даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! Комментарий Игнатия Лапкина. Признав себя творением Божиим, признав над собой владычество Господне и признав истинность всего написанного в Библии, человек должен заняться разрешением самого главного и трудного вопроса. Как ему спастись? Как не погибнуть для вечности? И, уверовав во Христа, приложить все силы, чтобы исполнить волю Божию о себе, исполниться Духом Святым и радостью служения Ему. Если Господь положит на сердце, что ты должен служить Ему, пастырем, и тем более архипастырем, то как ты должен к этому готовиться, познавая волю Божию ежечасно? Епископов называют ангелами церкви, и святые отцы учат обращаться к ним, как к источнику мудрости, как к самому Христу. Какую ответственность это накладывает на них? Как же могло случиться, что они превратились в диких зверей? Деяние 2029. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо. Иоанн Златоуст, бесстрашный, в обличении властей и церковного священноначалия, признавался, что никого не боится так, как епископов. Но они-то сами разве не видели себя, разве не имели перед собой священного писания, чтобы сравнивать свою деятельность с написанным в нем? Как мало тех из них, кто вопиял вместе с блаженным феофилактом. Куда мы, епископы, упали? Так что в нас не обретаются и тени, даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! И у каждого епископа свой штат, свои защитники, лизоблюды и прихлебатели. И все искали епископского благосклонного взгляда, кидались ему под благословение, и считали это за великое счастье и милость Божию. Разве это не говорит о полной слепоте окружения епископа? Если бы паста была под водительством Духа Святого, то неужели никто не сказал бы епископу о той смертельной опасности, в которой пребывает его душа? И тогда, быть может, обличаемые своими овцами, они могли бы пасть и принести всенародное покаяние перед Богом, говоря, куда мы, епископы, упали? Так что в нас не обретаются и тени, даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! Прошли времена лютых гонений, но они могут начаться. Быть может, сегодня же Бог дает передышку своему воинству. Во времена гонений, как говорят святые отцы, и правила Карфагенского собора и Григория Неокисарийского, многие погрешали против своей совести и нанимали вместо себя язычников принести жертву, чтобы попасть в списки благонадежных граждан государства. И все эти отступления церковь решительно осуждает, тем более сотрудничество с властями, поставление в епископы при содействии властей, уполномоченных по религиозным культам и органам госбезопасности. На этом страхе лжи пытались сохранить структуру управления церковью, «спасти» ее. И это оправдывалось и продолжает оправдываться сегодня, в мирное время, что якобы Сергеевская декларация не является каким-то политическим документом, как говорит сегодня патриарх. Когда случались подобные падения епископов, патриархов, пап, в первые века христианства, если они приходили в чувства и раскаивались, как святой папа Маркелин, то они давали завещание церкви не хоронить их, а отдать съедение псам 7 июля. Они открыто облегчали тиранов, становились мучениками, делаясь образцом для всех последующих епископов-отступников, которые кодили фимиамом, восхваляли сатанинский режим. Они дали пример всем будущим отступникам, чтобы те могли, осознав свое предательство, тотчас сложить в себя сан и в слезах вопиять. Куда мы, епископы, упали? Так что в нас не обретаются и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! Правила вселенских, поместных соборов и святых отцов отлучают от церкви всех, кто молился с еретиками. Эти правила являются инструкцией по отношению ко всем ересям, экуминизму и Всемирному Совету Церквей. При течи церкви Антихриста. А называющие себя православными, епископы во главе с патриархом участвуют в экуминических молениях в этом дьявольском шабаше нечистой силы. Давай пример своим посомам. Куда мы, епископы, упали? Так что в нас не обретаются и тени даже такой умеренной добродетели. Помилуй нас, Господи! Григорий Богослов пишет епископам. Вы, приносящие бескровные жертвы, достославные представники душ, вы, которые восседаете на знаменитых престолах, превознесены, а в делах внутреннего благочестия не отличаетесь от прочих, говорите с важностью о том, что делаете слишком легкомысленно. Было время, что сие великое тело Христово было народом совершенным, а что ныне смешно-то видеть всем отверст вход в незапертую дверь, то есть к сану епископа. Приходите сюда... Приходите сюда... Приходите сюда... Утучневшие, винопийцы, одевающиеся пышно, обидчики, снедающий народ, листицы перед сильными, двоедушные, рабы переменчивого времени, приходите смело, для всех готов широкий престол. Вот, толпитесь около божественной трапезы, и теснясь, и тесня других. Все толпитесь, вот. Слова вот нету здесь. Все толпитесь около божественной трапезы. Да, и стеснясь, и тесня других. Кто смотрит на вас, тот пойдет противоположной стезой. И это единственная польза от вашей испорченности. Святитель Иоанн Златоуст, кавычки открыты. Что может быть беззаконнее, когда люди негодные и исполненные множество пороков, получают честь за то, за что не следовало бы позволить им переступать церковного порога. Ныне грехами страдают начальники церкви. Беззаконники же, обремененные тысячей преступлений, вторглись в церковь. Откупщики сделались настоятелями. Это бесчинение получило некоторый законный вид и особенно распространяется. Если кто согрешил и обвиняется, то такой старается не о том, чтобы доказать свою невинность, а о том, чтобы найти сообщников для своих преступлений. Симеон Новый Богослов, кавычки открыты. Из епископов есть многие из немногих, которые высоки и смирены худым и противным смирением, которые гоняются за славой человеческой, превозносятся над всеми внизу сидящими. Незвано входят внутрь Христово святилища, вступают без хитона благодати Духа Святого, который они никоим образом не восприяли. Входя же, они показывают себя близкими в Христу лицами. Дерзко и самонадеянно они прикасаются к божественным тайнам. Кто вручит власть человеку, вредному для церкви, тот будет виновен в дерзких его поступках. Как для избранных недовольно сказать свое оправдание, я не сам вызвался, я не предвидел и потом и не уклонился, так и избирающим нисколько не может помочь то, если они скажут, что не знали избранного, но поэтому самому вина и становится больше, что они приняли того, кого не знали, окажущееся оправдание служит к увеличению осуждения. Священник должен быть не только чист, но и весьма благоразумен и опытен во многом, знать все житейское, не менее обращающихся в мире, и быть свободным от всего более монахов, живущих в горах. Должен быть многосторонним, говорю многосторонним, но не лукавым, не льстецом, не лицемером, но исполненным великой свободой и смелости, и однако умеющим и уступать с пользой, когда потребует этого положения дел. Быть коротким и вместе строгим, нельзя со всеми подвластными обращаться одинаковым образом. Отчего происходят такие смятения в церквах? Я думаю, ни от чего иного, как от того, что избрание и назначение предстоятелей совершается без разбора и как случится. Голова должна быть крепкой, а когда она сама по себе слаба и не может отклонять болезненных влияний, то и сама делается еще слабее и вместе с собой губит все тело. Иоанн Златоуст 1 Тимофея 3,6 Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Толкование Апостол говорит здесь не о том, кто был юн возрастом, как юн был и Тимофей, что мы узнаем из слов Павла Никто да не пренебрегает юностью твоей 1 Тимофея 4,12 Но о новообращенном Ибо говорит Я насадил 1 Коринфянам 3,6 Так как многие из язычников обращались и крестились, то не сразу говорит новокрещенного повозвышайте до такой власти. Если кто прежде чем быть исправным учеником сделается учителем, тот говорит возгордится и подвергается тому же осуждению и наказанию, какому подвергается за свою гордость дьявол. 1 Тимофея 3,7 Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеять дьявольскую толкование. То есть от язычников, чтобы и они не порицали его за что-либо, а напротив уважали. Но что, если он покажется им хорошим, а на самом деле не будет таким? Это представит большое затруднение, ибо враги порицают людей праведных. Впрочем, апостол выставляет на вид не одно это, но вместе с прочими добродетелями, говоря, надлежит ему также иметь доброе свидетельство. А что, если они напрасно будут говорить о нем худо, чтобы оклеветать его? Этого не может быть, потому что человека безукоризненной жизни и они уважают. Они порицают учение его, а не жизнь, подобно, как и апостолов они не называли любодеями и нечестивыми, но обманщиками, что относилось к одной только проповеди. Если же встретится такой случай, что человека оклевещут ложно, все-таки его не должно поставлять епископы, ибо не должно быть того, чтобы чьи-либо души не освещались своим светильником. Да светят дела ваши, чтобы видели люди. Матфея 5, 16. Если же должно иметь свидетельство от врагов, то тем более друзей, чтобы не впасть в нарекания. Имеет в виду поношение со стороны язычников, что может пресечь благотворные действия проповеди. И сеть дьявольскую, или что они скоро умертвят его, или что он будет впадать в те же самые грехи, какие и они. Да и быть соблазном для многих тоже сеть дьявола. 1 Тимофей 3,8. Дьяконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы. Толкование. Почему же апостол опустил пресвитеров? Потому что все, что он сказал о епископах, относится и к пресвитерам. Действительно, и они получили право учительства и предстоятельства в церкви, и уступать епископам только в праве совершать рукоположение. И так говорит, и дьяконы также, то есть должны иметь то же самое, именно быть странолюбивыми, кроткими, несварливыми и прочее. Они должны говорить, кроме сказанного, иметь и честность, не двоязычны, то есть не лукавы, не хитры, не держа одно на уме, а говоря другое, одно одним, а другое другим. Не сказал, не пьяницы, потому что это уже крайне низко, но непристрастны к вину. Ибо кое-кто, хотя и не упивается, однако пьет много и настроение души ослабляет. Древние, входя в святилище, совсем оставляли употребление вина. Корыстолюбивый, тот, кто не отказывается ни от какой выгоды, откуда бы она не приходила. Принимай здесь не корыстолюбивого за неподкупного и не сребролюбивого. Все. Спасибо.